Привет! Мы уже на очень популярном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». У нас свои разборки в Штатах и в Европе, поэтому вы получаете свою качественную запчасть быстро и недорого. Некоторые комментаторы писали, что мы лучший канал о дизельных моторах. Так вот, нет, сегодня мы бомбанем бензиновый. Встречаем K4J и Renault. У Renault есть целое семейство моторов с индексом K. Они зародились еще в 90-х годах. Это моторы K7M, K7G и K4M, а также K9K. Они все еще до сих пор устанавливаются на некоторые Dacia и Renault. Кстати, мотор K9K мы уже разбирали, так что кликаем ссылочку и смотрим. Все моторы K7G созданы на основе чугунных блоков с интегрированными гильзами. Головка у них алюминиевая, 8 либо 16 клапанов. Первый двигатель семейства K8-клапанный бензиновый мотор 1.6 K7M появился на Renault Megane 1. Затем за ним последовали 16-клапанные K4M и K4G, соответственно, с объемом 1.4 и 1.6. Сегодня мы разбираем очень популярный, но уже снятый с производства двигатель Renault K4J, мощностью 98 лошадиных сил, снятый с Renault Modus. Многие в комментариях пишут, что у нас слишком сладкие пробеги на моторах. Но вы охренеете, у этого мотора пробег 124 тысячи. Моторы K4J в принципе надежные и тотальные неприятности встречаются из-за халатного отношения владельца. Например, ремень ГРМ здесь надо менять каждые 60 тысяч. Если он оборвется, то поршни погнут клапана. Традиционно французские моторы текут маслом через все резиновые уплотнения, прокладки и сальники. Тут главное не допустить осушения картера. Обратите внимание, что на нашем моторе нет никаких подтеков. Еще бы такой пробег. Мотор 1.4 K4J намного проще своих собратьев с объемом 1.6. У него отсутствует фазорегулятор и у него отсутствует датчик распредвала. Это не значит, что этот мотор по электронике прост и незамысловат. У него есть датчик коленвала, датчик температуры воздуха во впуске и датчик разряжения. А также у него есть дроссельная заслонка, также электронная. Так вот, часто этим датчиком приходит конец. Датчик коленвала стоит примерно вот здесь, на колоколе коробки передач и при его неисправности мотор просто не заводится. Это датчик абсолютного давления. Он стоит на впускном коллекторе. Он меряет количество воздуха, проходящего через впускной коллектор. И на основе этих данных электронный блок дозирует нужное количество топлива. Если же этот датчик неисправен, то появляются симптомы сбитого зажигания. То есть мотор работает нестабильно, захлебывается при разгоне и плохо работает. А вот если неисправен датчик температуры впускаемого воздуха, то двигатель будет работать в аварийном режиме и с повышенным расходом топлива, так как электронный блок будет обогащать топливную смесь. Если на приборной панели загорается красная маслянка, то для начала проверьте масло. Если с уровнем масла все хорошо, то проблема в датчике давления масла. Датчик пропускает масло, контакт пропадает и он выходит из строя. Это лечится его заменой. Бензиновые моторы идут на продажу без дроссельной заслонки. Но так как в автостронге есть все, мы нашли дроссельную заслонку для этого мотора. На обратной стороне дроссельной заслонки собирается много нагара, сажи, грязи. И это мешает ее естественному ходу, ее подклинивать. В этом случае двигатель просто не слушается педалей акселератора и обороты плавают. Здесь есть датчик положения заслонки. Если он не работает, то загорается лампочка на панели приборов. И это очень легко диагностируется диагностическими приборами. Лишний не учтенный воздух может просачиваться через уплотнение либо трещины во впускном коллекторе. Надо комплексно все осматривать. В противном случае смесь будет бедная и мотор потеряет мощность и будет плохо работать. Катушки зажигания нашего мотора K4J не отличаются долголетием и выходят из строя к пробегу в 50000 километров. На этом моторе демпфер на шкив коленвала. Он не ходит более 100000 километров. Его рекомендуют менять каждую вторую замену ремня ГРМ. Это тот самый зубчатый ремень ГРМ, который надо менять каждые 60000 километров. Если он порвется, то вы знаете, где купить хороший контрактный мотор с маленьким пробегом. Сейчас мы попадаем в лабиринт системы вентиляции картерных газов. Картерные газы выходят вот отсюда, гуляют по лабиринту. Масло остается здесь, и картерные газы попадают через вот это отверстие во впуск. Клапанная крышка у нас с прекрасным загаром хорошего масла. Французские инженеры не были последовательны в том, стоит ли на моторах K серии использовать гидрокомпенсаторы. Например, на нашем моторе они есть, а на моторах K7M и K7J гидрокомпенсаторов нет. У нас практически идеальный выпускной распредвал, а на впускном распредвале мы видим небольшие бороздки, которые не ощущаются на ощупь. По состоянию цилиндров видно, что этот мотор не может быть в порядке. Он прошел 120 тысяч километров, потому что он у него идеальный, его даже можно чувствовать. И наше любимое. Выработки изодиров нет, на донышках поршней нагара тоже нет. Так как мотор у нас молодой, все с ним в порядке. Здесь чисто, сажей нет и отложений тоже. Поршни у нас в хорошем состоянии. Это поршни эконом вариант, потому что у нас отсутствует графитовое напыление на юбках. Нет вопросов по вкладышам, нет вопросов по компрессионным кольцам, но есть вопрос по маслосъемному кольцу. Оно слегка закоксовано. И коренные вкладыши у нас тоже в хорошем состоянии. Невооруженным взглядом видно, что коленвал полностью подтверждает маленький пробег нашего мотора. А то, что видно вооруженным взглядом, сегодня вы у нас точно не увидите. Еще один прекрасный контрактник стал жертвой зрительских симпатий. Сегодня мы разобрали прекрасный мотор с маленьким пробегом. Все детали в нем с минимальным износом, которые вы можете успешно купить в компании «АвтоСтронг». Подписывайтесь на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте настолько хорошие запчасти. Следите за нашим мегапроектом с BMW и битой крашен. Кстати, выпуск уже не за горами. И помните, с вами была компания «АвтоСтронг».